Водка в Украине Вот такое нам красивое блюдо принесли Мы вон уже сожрали целую Макетру вареников И Любка у нас не пьет и не ест На диете Любаня, ты улыбнись Улыбайся, снимай среди камеры Всем привет из Украины Мои самые наилучшие пожелания Рада вас видеть на канале Лилия Франц Ну, как говорится, не прошло и года Как я снова взяла в руки камеру И начала снимать Сразу хочу всех поблагодарить За ваши многочисленные поздравления С моим днем рождения Мне, вот поверьте Очень приятно каждый год Получать поздравления Добрые слова Какие-то открытки Теперь даже в Инстаграм Раньше у меня не было вообще Я не была нигде в никаких социальных сетях И теперь не только на канале Я получаю не только в личные Какие-то там мою электронную почту Но и на Инстаграм Это просто не передать Какие ты чувства испытываешь Когда люди, которых ты никогда не видел С которыми ты не знаком лично И пишут тебе такие вот Замечательные слова Такие добрые вещи В общем, огромное вам всем спасибо Очень искренние Очень такое Ну, не знаю Сердечное Даже не знаю, как передать Мне действительно Эмоции вот так вот Переполняют Потому что это Это очень приятно Это невероятно приятно Конечно, я понимаю Что как бы меня вы знаете Немножко больше, чем я вас Поскольку какие-то части моей жизни Вы видите на моем канале Ну, наверное, кому-то это нравится Кому-то, может быть, что-то не нравится Я это все прекрасно понимаю Потому что Нельзя любить всех Нельзя любить все, что делает определенный человек Это как вот и странный исполнитель Тебе нравится одна песня И может быть не нравится другая Так вот и с блогерством Все одинаково Также хочу всех успокоить Потому что за последнюю вот неделю Мне очень много пришло И в сообщении в Инстаграм И в сообщении на мой электронный ящик И в личную почту Лиля, ты что бросила YouTube? Почему нету видео? Ну, в общем, все привыкли Что три года ежедневно практически выходят Видео даже иногда Ну, когда вот не просто блоговые Иногда какие-то кулинарные Но они выходили у меня ежедневно И здесь сколько, да? Наверное, больше недели, да? Был перерыв где-то Я сейчас объясню Все, нет, ничего Я не бросаю Все будет продолжаться Просто две вещи Первое Я заболела И заболела по своей глупости Потому что у нас было очень жарко И я перед сном приняла Такой достаточно, знаете Ну, не ледяной душ Но прохладный И легла спать И включила климатизацион Кондиционер И, в общем, мне так хорошо Под ветерок спалось Как раз кондиционер Находится недалеко от кровати Ну, и Встав на утро У меня Вот так вот Все правую сторону заложило Даже сейчас Голос, ну, как Немножечко хрипит И температура Трое суток Была 39 Я, в общем, даже испугалась Думала, что я подхватила Какой-то вирус Но нет, слава богу Все обошлось Просто-напросто Тупо, глупо Сама себя застудила Притом еще ухо Вот здесь Ну, в общем Вся левая сторона Вот здесь Даже какие-то высыпания Высыпали Гланда Ну, ладно Что об этом Сейчас уже намного лучше И погода У нас тут пару дней Было дождико Сейчас опять снова Погодка налаживается Мы сейчас собираемся Обедать, ехать И у меня сейчас Небольшой такой Есть свободный период Когда я могу Что-то сделать И для своего любимого канала И для своих любимых зрителей Итак, в общем Разобрались Ютуб я не бросаю И остаюсь вместе с вами Дальше по поводу волос В общем, я сейчас Наверное Потому что Какие-то влоговые видео Ребятки Ну, честное слово Не получается снимать Потому что Как бы Я сейчас здесь С семьей Я сейчас здесь Не только с моей Украинской семьей Но и с французской семьей С нами наш друг И его подруга И плюс еще Куча моих друзей В общем, получается так Но Им не нравится Когда я снимаю И я как бы решила Что мой канал Это мой канал Я не хочу никому напрягать И поэтому Влоговые видео У меня сейчас отсутствуют Но иногда Вот будет получаться Немножечко Вот так Вот такой болтологии Вставлять И сегодня Я отвечу На вопросы Которые мне Больше всего Поступали Это Да, про волосы Тоже меня спрашивали Ну, я думаю Вы уже заметили Что они у меня Посветлели Не только на тона То и на два тона Я ходила К другому мастеру В общем Объяснила Что нужно мне было сделать И мы сделали Мелирование Конечно Вот это темное Что оно мне затемнило Не удалось убрать Но в принципе Смотрится оно неплохо Потому что Она мне таким Темно-каштановым Закрасила И Сам тон краски Был холодный А мне вот нравится Именно вот такой вот Теплый Тон краски Называется Белый песок Так что С волосами Теперь все нормально Я довольна И Ну, в общем Я довольна Настроение Поэтому хорошее По поводу Спрашивали Сделала ли я эти Впрыскивания Нет Не сделала я В общем Цена меня Очень порадовала Потому что За вот эту складочку Мне сказали Всего лишь Полторы тысячи гривен Во Франции За такие деньги Ну, даже Не то, что Пол складочки Наверное Десятую часть Тебе не зальют Это Ну, пока Я не знаю Я Не решилась Не решилась Потому что Сказали, что Всего лишь на Три месяца И если не делать Каждые три месяца Потом через То ли третья То ли четвертая Процедура Потому что я была У двух Мастеров У двух Косметологов И после третьего Или после четвертого Раза Только начинается Эффект держаться В течение Полугода А так Каждые три месяца Нужно колоть И поэтому Я не знаю В общем Если сделать здесь Потом делать Во Франции Во Франции Это очень дорого И я не хочу Тратить такие деньги Однозначно Потому что Как бы Вот эта складочка Я как поняла Волнует больше Моих зрителей Чем меня Саму И как бы Ну я не готова Это делать Только ради того Чтобы кому-то Доставить удовольствие Чтобы кто-то На меня смотрел Без вот этой вот Морщины Ну ладно Это как бы Как бы В общем Это проехали Я ничего не сделала Ответ на этот вопрос Таков Дальше Свадьба Меня спрашивали Тоже Очень много Лиля Это правда Что Даниэль Приехал в Украину К невесте Ну Как сказать По просьбе Молодых людей Я не буду Освещать эту тему Спасибо всем За понимание Потому что Как бы Это личная жизнь Да Мне очень хочется Как Я думаю Многим из вас Это все любопытно И мне очень хочется Рассказать Потому что Я начала Это все Это я Мол Дала такой клич Что Девчонки всего мира Вот смотрите У меня есть Вот такой Замечательный Жених И Как бы С моей подачи Все вот это Началось Но Молодые люди Сказали Что пока Они не готовы К съемкам Пока они не готовы Но С одной стороны Я их понимаю Что если вдруг Что-то завяжется Такое действительно Серьезное Никто не хочет Чтобы Ну как бы Отношения Сглазили Или Забегать куда-то Наперед Или какие-то Суждения Потому что знаете Кто-то посмотрит И порадуется И кто-то скажет Что господи Как хорошо Что два человека Встретили Что два человека Полюбили Уже в таком возрасте И как бы Слава Богу И дай вам Божие Всего-всего Любви Счастья И так далее А другой человек Посмотрит И позавидует И знаете как Не всегда Люди добрые Я это уже Благодаря каналу Я уже поняла Что лучше всего Нужно Когда ты что-то делаешь Просто-напросто Какие-то вещи Не выносить На всеобщее обозрение Поэтому Надеюсь Что Если будет свадьба И будут свадебные Какие-то Мероприятия Фотографии Будь то в Украине Во Франции Я конечно Скажу свое я И скажу Что так Редактор Все-таки Я была инициатором И поэтому Хотя бы одно фото Вы должны мне Предоставить Ну ладно Это конечно Все шутки А если серьезно То Они не хотят Ни во влогах Сниматься Ну в общем Я поняла Мой канал Это мой канал Личная жизнь Моих друзей Это личная жизнь Моих друзей И я отношусь К этому С уважением И как бы мне Не хотелось Вот так Вот как всем Девчонкам Рассказать О чем-то хорошем Поделиться Хорошей новостью Я этого делать Не буду Но скажу Что Я очень надеюсь Что все сложится Очень хорошо По крайней мере Я искренне Этого желаю Так Дальше Следующие вопросы Которые мне задавали Это все Относить У меня очень много Вопросов Когда я в Украине Даже Раньше у меня Всегда задавались Вопросы Про мужа Про маму Про что тебе Там нравится Что ты купила А то в этот раз У меня все Даниэль Даниэль Такие женщины В хустках В этих платках Не знаю почему Но вот даже Когда мы разговаривали Он говорит А вот зимой Чуть ли не ходят Они в каких-то Вот этих вот Тулупах Я говорю Нет никаких Ни кокошниках Ни тулупах В общем Они не ходят И очень понравились Женщины Очень понравились Молодые девушки Что ухоженные С прическами С маникюром Как бы Во Франции Женщины Очень просто одеваются Я не говорю О женщинах Которые там Обязаны По поводу своей работы Из-за своей работы Какой-то дресс-код И меч Там это Даже врачи Они попроще Одеваются Я имею ввиду Там адвокатов Нотариусов Конечно Вот эта вот Категория женщин Одевается стильно И не дешево А все остальные Одеваются Очень-очень просто То в Украине Конечно же Женщина Если даже Она работает Продавцом В магазине Она одета С иголочки Затем Очень понравились Улицы Города Сумы Конечно Когда ты живешь На юге Франции И тебя окружает Ну вот у нас В Ниме Это практически Ну голые Каменные дома Вот есть Несколько парков Есть конечно Некоторые алии Где там Две-три Два-три дерева И две-три пальмы Растут Но Вот этого Обилия зелени Вот это вот То что у нас Вот возле озера Чеха То что находится На голубых озерах Наши парки Конечно Такого На юге Франции Вот у нас Возле Нима Нет Такой вот Буйной Красивой Зелени Эти березы Это было Конечно Для него Ну Действительно Я видела Что человек Восхищен Это искренне Это не то Что там сделать Как бы мне Там удовольствие Ой да Лиля мне нравится Нет Действительно Очень понравилось Потом Понравился Общественный транспорт Как я уже говорила Затем Понравилась Украинская Кухня Именно Украинская Кухня Понравилась Потому что Больше всего Мы ходим В украинские Такие рестораны Я как бы Стараюсь Заказывать Украинские Блюда Затем Мы ходили К нашим Друзьям Которые Которые Тоже Старались Изо всех сил Что-то Готовить Такое Вкусное И Ну Еда Понравилась Единственное Что Ах да 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 Вот это Я совсем Забыла Сказать Что Он Очень Любит Био Многие Французы Сейчас Помешаны Био 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 Они покупают Все в биомагазинах И Теперь Он сказал Что Навряд ли Он вернется В эти биомагазины Поскольку Вот эта клубника Которую Мы покупали Здесь Малина Ежевика Черника Они даже Вот эти поздние сорта Которые Представьте Сейчас Вот уже Август Нет Вот этого Аромата Даже У био Клубники Которая Продается В биомагазинах Того аромата Который Вот здесь Мы у бабушек Покупаем Вот эти Помидоры Вот эти Огурчики В общем Сказал Что Вкус У Овощей У фруктов Те Которые Не в супермаркете А те Абсолютно Другой Очень Понравился Белый Творог Но Весь Остальной Сыр Не понравился Категорически Что Ещё Что Ещё Что Ещё Понравилось То Что Реки Есть То Что Дороги Широкие Потому Что У нас Вот такие Вот они Узкие И Когда Ты едешь Иногда Цепляешь Вот эти Мусорные Баки Иногда Вот эти Если Ветер То Ставни Открывается И нужно Водитель Выйти Открыть Эту Ставни Потом Ну в общем Юг Франции Он достаточно Такой Специфический Конечно Вот эта Широта Дорог У нас Здесь Есть Улица Харьковская И она Такая Широкая Ну в общем Это Это Полный Восторг Их Фонтаны Конечно Фонтаны Понравились Так Ну вроде Бо Я все Перечислила Так Лиля Какое Самое Любимое Блюдо Которое Данилю Понравилось В Украине Два Это Жаркое В горшочках Там Разные Овощи Даже Это Наверное Не Жаркое Овощную Рагу Потому что Там Сладкий Перец Кабачки Баклажаны Картофель Курица И все Это Запекается В горшочке И второе Блюдо Очень Понравился Шашлык В ресторане Шалена Шкварка Если Кто Будет В Сумах То В общем Я очень Рекомендую У них Шашлык Полный Отпад И вареники У них В принципе Все Вкусное Но шашлык Действительно Обалденный И к нему Еще подается Такой Соус Он похож на аджику Но это Не совсем аджика Тоже Вот мы брали Конечно Сейчас Я тоже Немножко Попозже Расскажу По поводу Порций И мы Брали Несколько Порций Чтобы И вот эти Как они Мисочки Соусом Отдавали Даниэлю Потому что Этот соус Просто готов Пол ложками Есть Так Дальше Что больше Всего Не понравилось Ну Давайте Сразу По поводу Еды Не понравилось Что в ресторане Подают Очень маленькие Порции С этим Я Соглашусь Потому что Во Франции Когда ты приходишь в ресторан Ты заказываешь порцию салата Тебе его приносят На вот такой Вот огромной тарелке И этой порцией салата Можно наесться От и до Можно не брать Больше никаких блюд Ты берешь Вот этот салат И его достаточно То здесь Когда мы пришли Первый раз В ресторан И Даниэль говорит Возьми мне салат А я говорю Там салат 110 По-моему Или 110 Или 160 грамм Не помню Ну в общем Я говорю Тебе принесут Вот такую Плошечку И там будет Немножко нарезанной капусты И все это будет Перемешано с майонезом Он Нет Я в салат Хочу салат Я говорю Нет У нас такого салата нет Или же нужно заказывать Ну в общем Идти в другой ресторан Где там Более такие Европейские блюда Наверное подаются И то там Нет вот такой Вот большой тарелки Как Вот они привыкли Есть во Франции И Когда мы заказывали Мы заказывали Там 4 салата Чтобы Различных Чтобы это все смешать И получалось Даже 4 салата Меньше Чем их Вот эта тарелка И если Вот этот Любимый шашлык Его нужно Чтобы действительно Поесть Нужно заказывать 2 порции Потому что Как бы Одна порция Там даже Одного шампура В ней нет И шашлык Подается Соусом И немного Маринованного лука Конечно бы Если бы туда Добавили Огурчик Еще огурчик Одна долька Огурчика Конечно Если бы Добавить туда Немного помидор Или какую-то там Ну какую-то нарезку Из овощей Пусть там Небольшую То Наверное Это было бы лучше Мясо Овощи Сочетаются Очень хорошо А так Если вот это тоже Его любимое Жаркое В горшочке Его нужно заказывать Чтобы мужчине Взрослому Хорошо поесть Нужно Три горшочка Потому что В горшочке Там на донышке То же самое С дырунами Потому что Грибочки Три дырунчика Мужчине Три дырунчика Из картошки Это Ну Это Это Ну Не наесться Этим Просто-напросто И конечно Когда Он всегда смеялся Две порции Вот этого Две порции Вот этого Но я говорю Давайте мы будем делать Вот так Когда мы приходим Я делаю заказ А потом Если не хватает Я с собой Официанта Ну и добавляю Вот это все Потому что Хочется Попробовать Конечно Как можно больше И Чтобы все было Разнообразное Потому что Как ни крути Наша кухня Достаточно Отличается Вот Французской Очень Не понравилось Вино Но Конечно Людям Которые Пьют Французское Вино Считай С подросткового Возраста Наше вино Ну Нравится Не нравится Я критиковать Не хочу Ничего Я просто Как говорится Констатирую Факты Очень Не понравился Сыр Не понравились Люди Потому что Они Ну Не все А именно Вот люди Обслуживающий Персонал Я не говорю Об официантах Я хочу Сказать О Когда ты Приходишь В магазин Или Когда ты Заходишь В аптеку Или В супермаркете Они Видят Что он Иностранец Он Старался Как-то Ну Быть Более Самостоятельным Хотя Я всегда Рядом Я всегда Чтобы не Обманулись Деньгами Его Обманулись Деньгами Нагрубили В общем Видят Что человек Не говорит На Украинском Или на Русском Языке Они Начинают Злиться И начинали На него Кричать Мне было стыдно Потому что Ну я считаю Это недопустимым Я не представляю Чтобы я Когда я только Приехала Во Францию Я не говорила На французском языке Я говорила На английском На меня Никогда Не кричали Ко мне Подходило Несколько Человек В том же В той же Самой Фармасии В аптеке В том же Самом Магазине В той же Самой Булочной И они Чуть ли не На пальцах Мне старались Объяснить Спросить Что ты Мол Девочка Хочешь Мы тебе Сейчас Все это Продадим Потому что Уже То что Ты к нам Пришла Купить Мы тебе За это Уже Обязаны Все Объяснить И не Отпустить Тебя Без покупки То Что Ну как бы Он не соображает Он не поймет Что вам Денег Недостаточно Или в чем И вот это Вот конечно Ему не понравилось Потом второе Что не понравилось Когда Ты кладешь Деньги на кассе Кассир Сразу забирает И когда Естественно Ты иностранец Тот кто живет Мы знаем Там сотни Такого цвета Там двухсотки Такого Пятьсятки Десятки А иностранцы Они же У них Они привыкли Там евро Но в основном Мы карточками Пользуемся Как бы даже евро Не в обиходе Но все равно Иностранная валюта Для тебя Она Иностранная И он положил деньги Она уже забрала И она ему что-то говорит Он не сообразит Он не понял Сколько он положил Сколько ему еще надо доложить Он смотрит на меня Я смотрю на него На эту Ну в общем Вот это конечно Я говорю Девушка Вы положите назад Деньги Которые вы взяли Потому что Я тоже не могу Уже все контролировать Там смотрите В его кошелек Сколько он достал И говорю Давайте вот так Пусть Сколько кая Сумма Положит всю сумму Тогда вы заберете А так вот Только положила Она сразу Хватить Хватить Как будто Кто-то другой Их схватит Не знаю Для меня это конечно Дико Что не улыбаются У нас люди Что Ну какие-то вот Конечно Он говорит Я понимаю Что при таких ценах Улыбаться не будешь При таком сервисе Везде улыбаться Не будешь И при той ситуации Которая сейчас есть В Украине Тоже не всем весело Но Когда ты Вот так вот Идешь с негативом На человека И вот люди Как бы заражаются Вот этим негативом Все вот так Все вместе Вот такие вот Грустные Какие-то Ну Даже Надо радоваться Вот иностранцы Они немножко проще Вообще По всему относятся Они Проснулись И они радуются Сегодняшнего дня Что они живы Что они Как бы Небо не рухнуло И Ну Не знаю Они ищут позитив Даже в самых Трудных моментах Здесь конечно Все больше Как бы Негатив 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 И вот этот негатив Так раздувают Даже Не просто Что да Плохо Все понимают Это Я не говорю Что здесь Все классно Все Нет Очень трудно Очень сложно Очень высокие Цены Тяжело Тяжело Однозначно Но Если Вот так вот Долбить 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 Как говорится Капля камень Точит От этого Лучше Не станет Проще Не станет И цены Не опустятся И поэтому Нужно Появилось солнце Надо радоваться Тому Что вчера был дождь Сегодня солнце Перестала температура У ребенка Или у тебя Или у твоей собаки К примеру Или кошки Нужно радоваться Этому Нужно вот Как-то больше На позитиве И тогда Позитив Будет притягивать Позитив А не так Что негатив Плохо 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 Но и придет Вот это плохо Так что Так что Вот это очень Что люди Вот такие Вот негативно Настроенные И Недоброжелательные В супермаркетах В аптеках Вот это конечно Ему Ну Наверное Не то что не понравилось А скорее Вот Трогает Как-то Вот Потому что Они к этому Не привыкли У них Все улыбаются Все говорят Бонжур Все вот так Вот на таком На позитиве Даже если там Все плохо Ужасно Даже когда у нас Вот эти теракты Были все равно Люди Как бы Старались На позитиве Выезжать Так Дальше что Не понравились Еще дороги Потому что Но дороги Конечно Есть у нас Очень много Дорог Отремонтировано Но есть Такие дороги Это в дальних Таких Районах Города Где На машине Приходится Особенно После дождя Объезжать Вот так Вот так Он говорит Если бы я здесь жил Наверное бы я Никогда не покупал машину Если бы покупал То это был бы Такой кятер-кятер Это как Внедорожник Потому что На обычной Такой машине Если у тебя дом Или квартира Вот Надо добираться Вот так Это просто-напросто Выброшенные деньги Ну а так Пока Все хорошо Гуляем мы По городу За городом Ездили тоже В некоторые города Которые находятся Недалеко от Сум Ходили в музей В общем Мы в отпуске И Ну я стараюсь Конечно Стараюсь сделать Все Чтобы от этого Отпуска От этого посещения От этого знакомства Остались только Позитивные Положительные эмоции И чтобы знакомство Не закончилось На этом Ну а вас всех Снова благодарю За ваше внимание Ко мне К моему каналу Я обещаю Что буду Стараться снимать Побольше По возможности Ну а если не будет Получаться То надеюсь Вы меня поймете Что как бы Ну я стараюсь Сейчас немножко Быть Больше С моей семьей И с моими друзьями Всех люблю Всех целую Всем желаю Добра Мира И всего самого Самого наилучшего Ну и как всегда До новых встреч На моем канале Пока-пока